Неравнодушные к литературе Волгоградцы и жители региона приняли участие в масштабном проекте под названием «Библия-ночь». В нашем регионе она проходит уже третий раз и собирает большое число ценителей чтения. На часах шесть вечера, а Волгоградская библиотека ей не думает закрываться. Напротив, посетители здесь с избытком. Пенсионеры, студенты и школьники пришли сюда, чтобы принять участие в «Библия-ночи». В каждом храме книги она проходит по своему сценарию. К примеру, в самой крупной областной библиотеке имени Горького в этом году решили порадовать читателей десятками различных мастер-классов по рисованию, лепке, плетению из бисера. Здесь же гости могли услышать русские романсы в исполнении студентов Волгоградской консерватории и посмотреть различные миниатюры из классических произведений. В самую первую «Библия-ночь» у нас была представлена небольшая сценка из произведения Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков». И нужно сказать, что эта книга была самая спрашиваемая в последующие несколько месяцев. В этом году изюминкой «Библия-ночи» в Горьковской библиотеке стала прогулка по отделу редких и ценных изданий. Здесь у нас представлена самая старая книга нашего отдела, которая является ровесницей нашего города. Она была написана в 1589 году и написал ее наследник и ученик первого книгопечатника на Руси Ивана Федорова Андроник Тимофеев-Невежа. Здесь же можно было увидеть самую большую книгу «Псалтырь XIX века» весом около 20 килограммов. И самую маленькую «Томик Марины Цветаевой» размером 1,5 на 2 сантиметра. А также самую длинную «Еврейскую Тору» в 2,5 метра. В этом же отделе можно было увидеть и как реставрируют старые книги. Старые книги отличаются от новых тем, что они делались на бумаге не целлюлозе, а на тряпичной бумаге. Поэтому они дожили до нашего времени. И обложки их деревянные были, покрыты кожей. Кожа теряет свою структуру, со временем высыхает, и поэтому их надо восстанавливать. Также кислотность бумаги повышается, они разрушаются. И сам процесс реставрации получается очень долгий. Книги промываются, очищаются, поражение грибками убирается. Самое приятное, что в эту ночь в библиотеке можно было не только взять книги на абонемент, но и купить и даже приобрести издание в дар. Гости библиотеки приходили на акцию сами, приводили своих детей и родителей. Очень хорошие идеи. Именно такие идеи должны воплощаться в жизнь. Это интересно, познавательно, развлекательно. Здесь много всего интересного. Мастер-классы, выставки. Ну, все интересно. Идеи замечательные. Я считаю, надо приобщить людей к книгам, приобщить людей к познанию, потому что в интернете много времени проводят. Я в прошлом году была здесь и была просто шокирована всем проходящим. Поэтому в этом году пришла, вот маму привела свою. В эту ночь свои двери для гостей распахнули более 150 библиотек региона, и каждый старался выделиться по-своему. Так, к примеру, в библиотеке Центрального района Волгограда решили сделать ставку на русское народное творчество. Перед собравшимися на праздник людьми выступили творческие коллективы со всего города. А жители могли принять участие в конкурсах на самый оригинальный буктрейлер. Проведение таких акций считают депутаты городской думы лучшие средства вернуть нынешнему компьютерному поколению любовь к книге. Детей надо привлекать, детей надо воспитывать, показывать, что здесь много очень интересного. Не поверите, мы когда с улицы сюда зашли, и зашло большое количество молодежи, причем, скажем так, детей. Но детей не пятилетних, которых приводят за руку и говорят, это хорошо, а это плохо. А именно 14, 15, 13 лет, когда вот этот возраст исканий, кто я, что я, чем мне занят, куда мне себя деть. И они пришли, и они настолько рассредоточились по всей библиотеке, вот среди этих книжных полок. Кстати, в «Библионочи» в Волгограде приняли участие более 10 тысяч горожан. А в целом по России мероприятия, направленные на пропаганду чтения, посетили более трех миллионов человек. Станислав Лопатин, Ольга Макарова, Андрей Гопчук, телекомпания «Ахтуба».